Мы не ошибемся, если скажем, что уже не одно тысячелетие блюда из яиц питают и обогащают витаминами человека. Данный продукт богат витаминами и микроэлементами. Яичный белок не содержит холестерина, поэтому зачастую спортсмены используют в рационе исключительно его. Нежелательно съедать яйца в сыром виде, ведь есть риск заражения сальмонеллой, а вот после тепловой обработки бактерии моментально уничтожаются. Тем самым продукт становится безопасным для приема пищи. Омлет, пашот, бенедикт, глазунья в смятку или вкрутую, простых и при этом очень вкусных и полезных блюд масса. И одним из них делится кулинар и видеоблогер Сталик Ханкишиев. Я собираюсь приготовить омлет, и для этого мне необходимо взбить яйца. Именно что взбить? Не перемешивать, как чай в чашке, а непременно взбивать прямо с ударами, чтобы желток и белок стали одним целым. И сейчас самое время посолить. Крупная щепоть соли и не самая крупная щепоть черного перца. Но пока мы взбиваем яйца, следует разогреть сковороду. Необходимо очень равномерно нагреть сковороду. Для этого я ее приподнимаю, опускаю бортами к огню и гоняю масло туда-сюда, чтобы сковородка оказалась равномерно смазанной сливочным маслом. Еще раз взбиваем яйца и выливаем их на сковородку. Необходимо немного подождать, пока яйца начнут сворачиваться по краям. И как только они свернулись где-то в каком-то одном краю, берем вилкой и аккуратненько подводим этот свернувшийся комок ближе к центру. Еще раз. Но некоторая часть омлета непременно должна остаться жидкой. И сейчас я сдвигаю омлет на край и начинаю сворачивать его. Аккуратненько, аккуратненько вилочкой. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Видите, видите, напоминает улыбку? Напоминает. А теперь надо закатать и нижнюю губу, и взять еще один кусочек сливочного масла. Это сливочное масло пускай растает вот здесь, посередине. Сковородка уже достаточно горячая. И загоните его туда, под омлет, под омлет. Еще раз приподнимаем прямо под омлет. Ждем буквально 30-40 секунд, пока не пойдет запах хорошо прожаренного яичного белка. Убедились, что омлет катается по сковороде и захватывает сковороду несколько неловко. Вот так. Теперь нам нужна достаточно просторная тарелка. Переворачиваем, оп-па, и весь омлет на тарелке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова